жизни начинает забывать что плохо что хорошо по примитиву скажи пожалуйста вот если на твой взгляд вот если ребенок вот тут родился ребенок вот он дом из самых первых дней дома звучит классическая музыка в лучшем виде самые разные и оперные неоперные так далее это способствует его развитию да я думаю да хотя у меня этого не было у меня звучал были голубые огоньки папа мой обладал очень хорошим голосом а мама при этом вкусом и папа пел всегда на праздниках и он же заставил заставил меня впервые подобрать ему аккомпанемент что он пел он пел романсы все практически что пел муслим магомаев заставили значит решили меня учить музыки студентка такая ночью позвонил дверь и попросила предоставить ей кроватку переночевать потому что она и во львове во львове она ищет угол я можно снять впоследствии оказалось что она родная сестра если ты помнишь александр стрельченко певица конечно а это валя стрельченко было но она потом связи с известностью фамилии своей сестры она поменяла на фамилию ковалева и много лет работала в жанре эстрады ну ну не стала такой вот она просто по чисто так по украинской она моей маме она училась консерватории вот так да во львовской она сказал то да ты ну требов че ты музыки он будет знать что дома там рубить то есть чтобы чем-то занимался а мама все волновалась хотела либо чтобы я рисовал либо в пита секции ходил чтобы не болтался на улице коротко да чтобы не становиться бандитом хорошо и 100 я не слышал я слышал эстраду как раз дома но а потом вот в школу уже ходил и играл классическую музыку так себе вот по моему отношению ощущению хотя числился в самых лучших скрипачах еще до льда в школе но в это время у меня все было в гитаре и это было для мамы школа и классика пока я не услышал шестую симфонию чайковского школе и второй рахманинова помню там дирижер муравинский а пианистом был рудольф керрер а как же вот это же очень страх манина все я пришел как-то ночью потом мой друг с которым мы впоследствии сделали фестиваль на эльбе он мой однопартник был одноклассник 1 он был сыном профессора у них была фонотека прекрасная и там рояль и артература увидев как я увлекся чайковскими и рахманином он мне подарил пластинки виниловые я поздно вечером пришел папа и мама уже спали я вот помню этот случай а мне а я бежал домой и спешил то что я мечтал опять поставить и послушать шестую и я их разбудил они просто обалдели и папа и мама они сидят я представляю теперь их состояние когда они увидели вдруг сына который увлечен вот классической музыкой а папа то знал и до сих пор если бы он был жив он знал лучше меня евгения негина оперу потому что находясь в ленинграде тогда я не с мамой познакомились они вечера проводили в оперном театре и ходили много-много раз на евгения негина он знал со словами все партии я не могу не спросить тебя раз ты вспомнил чайковского ты где-то сказал что только русскому человеку дано понять по-настоящему по настоящему почувствовать чайковского что он вот эта особая какая-то вещь и как-то меня это удивило тогда можно сказать что только немец может понять там баха или бетховена или только австриец может понять моцарта ты действительно считаешь что есть такой момент считаешь я считаю что у немца и австрийца есть такое же право как у меня сказать говорить о том что русские не по нему не знают как там исполнять и музыку моцарта там бетховена они могут это говорить но мне так кажется что на круг глубина и какая-то свобода дается российскому человеку в связи с тем что сама нация с точки зрения цивилизации она моложе чем те нации да еще многое не пройдено у этой нации то есть такими шагами значит прыгаем но в принципе нация моложе как 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 щенок очень породистый который не зная опасности может прыгнуть на огромную там какую-нибудь собаку который может его раздавить но в этом смысле зато есть свежесть искренность и и желание что самое главное и более острое восприятие что да да и потом зная что это чайковский например я я себя беру на себя право может быть не всегда оправданное но это уже не мне судить но какое-то право ревизию какую-то наводить я снимаю практически все традиционные вещи которые уже наиграны я я беру чистый текст а потом делаю свои акценты в других местах где мне это хочется сделать и у немца самого хорошего у него нет этого права внутренние конечно у него есть но он его не чувствует а я это чувствую а вот когда я играю немецкую музыку я конечно один случай могу рассказать очень забавный после победы после конкурса до победы в мюнхене я был в гостях у очень такое высокосветское общество было и там находился тэбок памяти его фамилию очень важный и строгий критик немецкий мюнхенский да но дело в том что я его зауважал и сейчас продолжаю уважать я уже давно его не видел сейчас может я имя вспомню но все дрожали перед ним потому что и музыкантом что там так было если он плохо написал что это плохо то ты потом не играешь концерт дальше тем мы настолько влиять да он был очень влиятельно как когда-то у нас такие тоже бывали критик а и вот мы оказались в доме и попросили сыграть шуберта меня я был с моим мишей мунтианом значит другом его пианистом и мы сыграли шуберта одну часть по моему соната соната арпеджионы мне было 23 года я был победителем чемпионом этого конкурса мюнхенского я к нему подошел а он какие-то речи говорил я немецкий совсем не понимал его заслушивались просто такой такой поэт так так и сам играл на рояле и давал концерты поэтому я его уважал на критик не играет а только критикует надо быть хотя бы образованным профессионалом вот а он значит я спросил я сказал я молод и и это я играю музыку шуберта и мне для меня было бы очень важно услышать ваше мнение пожалуйста а сам у меня тут сердце забилось в горле я слышал он сказал мне очень понравилось я вообще на льте такого не слышал но мне кажется что кульминация кульминация слишком драматично для шуберта это по поводу русскости российскости иду это я вернулся я ему сразу поверил и думаю да действительно а я тут выдаю значит по полной рубашку руку на себе и через 10 дней у меня был концерт в москве тогда малый зал был на ремонте я играл в несинском зале вышла очень хвалебная хорошая статья и автором был женя баранкин и он написал что все замечательно вот шуберте не хватило кульминации и тогда я себе сказал пошли они оба чертям собачим а я буду так как я чувствую так и буду как ты относишься к критикам ну как критикам музыкальным критиком да только честно пожалуйста если можно ну честно но разные бывают были примеры был скандальный знаменитый случай у меня но вообще вот как вообще это нужная вещь вот на твой иск нужно 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 я считаю что книгу тоже не обязательно читать только гениальную или кино смотреть только вот шедевр во всем можно найти пользу для себя наверно внимательно следить за жизнью каждой минуты и если критик более-менее профессионален то тогда я его уважаю а если кто-то пишет что вводили в разные стороны смычками то есть не подготовились а они знают что такое дивизия это у чайковского за одним пультом люди играют разные музыки он думает дивизия что-то армейское может быть скажи пожалуйста ты в первую очередь кто альтист или дирижер ты себя чувствуешь это одна одна специальность я считаю с точки зрения трактовки отличий нет трактовка музыки то есть когда ты играешь на те или когда ты дирижируешь тут есть профессия то есть например не напрасно же существует кафедра дирижирования и дирижеров лучше я понимаю но тебя спросит какой-то последний момент юрий абрамович ваш мед вы кто альтист или дирижер и что вы что ты ответишь но я скажу и то и другое не сумме все-таки для тебя не на одном уровне на одном я больше скажу есть когда я играю на альте я просто у меня такая установка я просто знаю что это это мое любимое и это лучше чем дирижировать но когда я дирижирую я то же самое говорю себе про дирижирование создал ансамбль солисты москвы и возглавляешь симфонический оркестр новая россия насчет вот солистов москвы драматическая история в девяносто первом году ты все уехали во францию на гастроли они все до единого там остались но не остался ты да но мы выезжали зная что они там останутся заранее ну не важно они голосовали что все вернемся после окончания контракта понятно почему ты не остался я не собирался выезжать почему ну хорошо по-другому очень многие наши выдающиеся музыканты представители искусства культуры уехали многие из них после их до сих пор приезжают россию но в основном они там ты нет почему ну во первых я не побоюсь этого слова во первых я себя считаю я патриот на первых у меня здесь все началось и мне нравится цельность развития того как у меня началось во-вторых я отвечу я совершенно согласен со словами рихтера когда я ему задал этот же вопрос да а почему вы святослав ты филович вот не уехали а он ответил я люблю свободу я говорю ну это же советская система именно какая собака ведь если я уехал бы я бы не смог играть в киеве в ленинграде в москве и вообще в россии в советском союзе а сейчас я езжу куда угодно и играю там где хочу ну это было тогда тогда да хорошо сейчас этот вопрос не стоит если ты вдруг переехал не знаю куда ты все равно мог приезжать сюда это же не то что тебя бы прокляли там люди игра проще больше денег легче жить я не знаю у тебя никогда вот этого желания не было да потому что несмотря на сложности с которыми сталкивался и сегодня сталкиваюсь мне я считаю что здесь лучше намного чем там лучше да а публика лучше лучше чем тем чем я лучше для них потому что я не уехал потому что нас объединяет общее пространство и и мы же не всегда обращаем внимание на то какое значение какое на нас оказывает какая-нибудь новость политическая или как-нибудь другая историческая да но это то проходит в нас входит и мы здесь единой единомыслники я тебе несколько задам вопросов ради бога по поводу того что ты любишь или не любишь но до этого хочу тебя спросить вообще как ты относишься к демократии демократии да я то что видел это же не моя профессия вот в этом разбираться понимаем лишь человек ну видишь я потому что я видел и прошел допустим в той же франции в монтелье когда расставались с тем оркестром мне кажется что это понятие в общем надуманное потому что французская демократия по моему представлению это просто кривое зеркало а то что я видел как какая там коррупция и какая там властная вообще структура но это нечто в америке мне не на что жаловаться я и там меньше знаю хотя очень много раз был но насколько я понимаю то вот вся свобода внешне и в хорошем смысле да вот там же все люди какие-то ведут себя совершенно раскрепощена в целом да нация да но но потом по каким-то действиям и и по высокомерию которые сейчас есть в америке по отношению к другим